Если ранее Кубок Президента Республики Казахстан проводился в два этапа, то в этом году его сократили до одного. То есть команды играют между собой в один круг и распределяют места в зависимости от количества набранных очков во всех матчах. Стартовал турнир со встречи нефтехимих трактор. Здесь первый гол зрители, пришедшие на игру, увидели на 17-й минуте. Отличился Павел Сдунов. Если в стартовом отрезке игры любители хоккея увидели лишь одну заброшенную шайбу, то в остальных периодах голов было предостаточно. Уже на 24-й минуте нижнекамский игрок Павел Парядин великолепно прошел оборону соперника и не оставил шансов вратарю. Далее произошла небольшая голевая перестрелка. Челябинцы смогли отыграть две шайбы, но перед тем, как уйти на перерыв, пропустили третью. На этот раз отличился Александр Овцин. Заключительный отрезок игры проходил по такому же сценарию, как и в предыдущем периоде. Нижнекамцы благодаря голу Дэна Сэкстона удвоили преимущество, но игроки трактора вновь сравняли счет. В овертайме команды показали атакующую игру с обилием голевых моментов, но удача улыбнулась нижнекамцам, точнее Дэна Сэкстону. Именно его бросок на последней минуте дополнительного времени принес нефтехимику победу и два очка в турнирной таблице. Итог игры 5-4. Стоит отметить, что в матче отличился и новичок команды Роман Грабаренко. Он провел два кулачных поединка и в обоих был сильнее своего соперника. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ